Возможно, это один из худших рекламных трейлеров к игре, которые я когда-либо видел. Официально заявляет Psycho Xerox. Какая злюка! Ну что ж, настраивает на позитивный лад. Всем привет, дорогие друзья! С вами я, Антон Чейз, и вышел трейлер FM25. Я предлагаю его посмотреть, оценить и заодно обсудить новости, связанные с игрой. Хочу вам посоветовать телеграм-канал ОКВ. Парень делает формы для футбол-менеджера. Его работы публикуются на таких топовых FM-сайтах, как FMFan и FMSlovakia. Вы спросите Антонио, а зачем ты рекламируешь его телеграм-канал? Да потому что там работы Кирилла публикуются раньше всех сайтов. Буквально эксклюзивные материалы. Ну и, конечно же, в чате его канала можно заказать форму или пак для целой лиги. А также проходит конкурс с главным призом FM25. Все нужные ссылки в описании и закрепи. Ладно, чуваки, не буду ломать комедию. Я уже это посмотрел. И, если честно, назвать это трейлером довольно сложно. Нет, ну в принципе, если бы с английского слово «трейлер» переводилось как «бессмысленная чепуха», тогда, наверное, да. А так, ну, короче, смотрите сами, кто не видел. Ну, все довольно современно, молодежно. Ну, для поколения TikTok зайдет. Динамичные кадры, яркие меняются. Ух, прикольные переходы. Бам-бам, туда-сюда. В кадре много этих самых... Блин, забыл это слово. Ай, на букву «Н». Непрофессионалов и дилетантов, но при этом не показали ни секунды геймплейных кадров. А ведь в игре новый движок. И, если честно, эту новость я воспринял, ну, как-то так себе, без особой радости. Вот, в отличие от вот этих всех угорающих мужичков и девчоночек. Потому что, ну, в 24-м FM в кое-то веке поведение футболистов на поле, ну, не вызывало у меня конвульсии и злости. А игра, между прочим, выходит аж 26-го ноября. Поэтому, ребятки, еще два месяца почти терпим, ждем. Во всем в этом замешан Netflix Games. Хе, вообще не удивлен. Новый движок, новый современный графон пытается FM приблизиться к шедевру. Первая новость, так сказать, экстра-класса появится женский футбол. Большое вам спасибо. Не, ну реально, я об этом видео записывал еще три года назад. Ну, а если серьезно, я отвечу песней. Спортс интерактив, вы не правы, нафиг нам в FM кебабы. При этом убрали управление сборными, и по этим пользовалось всего 5% геймеров. Ага, окей, понял. Теперь, внимание, задачка со звездочкой. Сколько процентов FM будет играть в женский футбол? Убрали вес футболистов. Этого я вообще, честно говоря, не понял. По причине, по причине особенности женского организма, чей вес способен меняться еженедельно, в отличие от мужчин. Не знаю, я, конечно, не женщина, но у меня тоже вес меняется каждую неделю, а если быть точным, каждую пятницу где-то на плюс 4 литра. Ну, в смысле килограмма. Следующую новость я воспринял с болью в сердце. Выкрики с бровки убрали. А как же теперь постараться? Убрали экраны соцсетей и всякое такое. Не совсем понял эту новость. Как бы болельщики остаются. Там были довольно рафляные надписи, типа там какой-нибудь там Василий Пукиш говорит, что ваша команда максимально бездарна и пора вас увольнять. Хи-хи-ха-ха. Это прикольно. Убрали режим создания клуба. Ну, невелика потеря. Я этим пользовался где-то один раз за все время, что играю в FM. Но, как видите, к этому возможно вернуться в FM H26. Versus Battle погиб в 2017-м, а Versus Mod, чё это такое, погиб в FM вот сейчас. Хер с ним. Пропал некий челлендж-мод для консолей, мобилок и тач-версии. Ну, последняя моя консоль была Sega Mega Drive, поэтому тоже не совсем понимаю, что это. Также пропал прекрасный режим, которым я пользовался всего один раз. Это Fantasy Draft. Новый интерфейс. Это вообще по барабану, потому что можно поставить любой скин и играть с ним как хочешь. Показали пару скриночков, ну, таких довольно нищих из грядущей игры. И так я вот смотрю, и это всё больше и больше похоже на мобильную игру. Предвестник великого графона. Игра будет весить аж 20 гигабайт. Например, прошлый FM весил всего лишь 7. То есть, ну, что-то нас ждёт невероятное. Вот знаете, я сейчас поковырялся в пупке, и даже это, наверное, интереснее, чем то, как Sports Interactive представляет игру. Казалось бы, новый движок. Ну, хотя бы секунду дайте нам чего-то такого. Ничего вообще, ну, будем как маленькие цыплятки по зёрнышку клевать какую-то микроинформацию до конца осени. Ну что, ребятки, увидимся 26 ноября. Пока, не болейте. Субтитры сделал DimaTorzok